Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире дежурные по городу. Улица Победы 154 жильцов этой и близлежащих многоэтажек не устраивает соседство с заброшенным зданием. В течение года это здание заброшенное, здесь собираются бомжи и мы боимся за детей, которые здесь собираются вечером, что здесь было 1 сентября, вы бы видели. И все почему-то туда, они там пьют. Неоднократно были пожары. Моя дочка, живя в этом доме, вызывала уже, а с пожаром приезжала милиция, полиция. Почему дальше действия полиции не делали, не знаем. Мы все в шоком стоять. Ближайшие дома, свобода, победа. Мы в шоком стоять. Жутко ходить. У нас стоит здесь двухэтажное здание 154А. Вот эта дорога ведет в школу. Вы понимаете, что мы боимся, что дети здесь ходят. У нас дети во вторую смену учатся. Вторая смена заканчивается очень поздно. Приходится встречать детей. Причем встречать детей приходится не то, что первый, второй класс. Мы уже большие классы и все равно встречаем. Здесь постоянно наркоманы, бомжи, дети взрослые, которые матерятся и ругаются. Идешь с ребенком в садик, тоже все слышно. Находятся рядом с детской площадкой. Обращались в администрацию Кировского района. Победа 132. Зинаида Михайловна Маслова, помощник депутату. Она делала запрос. Запрос. Сказали, что дом, это здание относится именно муниципальное. Значит, не частное. Но девочки вчера звонили опять туда. Сказали, а дали уже Кировскому району в администрацию. А звонили уже в муниципальное. Не знали, кто над этими зданиями главный. И мы решили просто к вам обратиться. Ну, что нужно сделать? Либо надо его заколотить как-то, но что это, мне кажется, ничего не даст. Надо как-то преобразить его. Может быть, сделать детский сад. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи.